Традиционным по пятницам гостем это Михаил Подоляк, он сейчас с нами на связи, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Михаил, хотим вот собственно перейти по мотивам вот этих вот, опять же, трагичных новостей, связанных с очередными обстрелами. Видим, что сейчас атаковано огромное количество регионов и городов. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще несколько дней назад говорил о том, что вопрос тотального блэкаута для Украины все еще актуален. Отсюда вопрос, вот лично вы как эту перспективу, безусловно трагичную и довольно опасную оцениваете, и что, не могли бы вы объяснить, что это на практике будет означать для украинцев? Хороший вопрос. Сегодня пришло 76 ракет, это иксы калибры, ну иксы разных модификаций, плюс 27 ракет С-300 у нас практически полностью разрушено. Вы знаете, Российская Федерация очень часто рассказывала, что она пришла спасать русскоязычное население, которое тут притесняет, очень сильно притесняет. Так вот, основной удар, который полностью практически обесточил город, это город Харьков, это город, где было наиболее высокое количество, ну в процентном соотношении русскоязычных граждан. И вот Россия нанесла практически основные удары, если мы говорим о С-300, это город Запорожье, город Харьков. Харьков обесточен в полном объеме, и, соответственно, люди зимой, это те, кого собирались навсегда освобождать Российской Федерации, вот они сегодня находятся в крайне тяжелых условиях. То есть, грубо говоря, что такое blackout, мы теперь шире перейдем. Безусловно, мы понимаем, что у России есть еще буквально там несколько, какой-то объем ракет, тех же XO, они не настолько точны, но тем не менее, вы понимаете, когда вы выпускаете сотню ракет по территории, то, конечно же, такого объема, кстати, ракетных атак в поствоенной, да и во Второй мировой ракеты не применялись, не было. И, соответственно, конечно, никто из других стран не имеет опыта и понимания, что такое атака сотни крылатых ракет, да. Так вот, тем не менее, что такое blackout? Это выглядит следующим образом. Разрушаются входные трансформаторы, входные, которые обеспечивают электричеством, а электричество, в свою очередь, обеспечивают водой и отоплением те или иные населенные пункты. Так вот, Россия, преднамеренно, когда там субъекты разные, по фамилиям там разным, выходят и рассказывают о том, что они там военную инфраструктуру бьют, то есть, вернее, инфраструктуру, которая так или иначе помогает армии, да, тут на самом деле они бьют по трансформаторам, по обычным трансформаторам, через которые свет, электричество заходят в тот или иной населенный пункт. То есть это целенаправленные атаки. Для чего они это делают? Вот выпадение таких трансформаторов, безусловно, разрывает систему, то есть она перестает быть единой, единой энергетической системой Украины. То есть, соответственно, в токи не ходят, да, вот с одной области в другую и так далее. То есть, например, та область, которая сильно пострадала, в данном случае Харьковская, она может быть из-за отсутствия входящих трансформаторов изолирована от общей энергетической системы Украины. То есть и на какое-то время, пока мы не поменяем эти трансформаторы, пока мы не проведем ремонтные работы, она так и будет без, условно говоря, электричества. Я не готов сейчас говорить, какое время нам необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы во всех местах, в местах, которые повреждены сегодня. Повреждено сегодня 9 ключевых энергетических объектов, только энергетических, никаких военных, подчеркиваю, объектов не повреждено. Кстати, хотел бы сказать, что, например, в Кривом Рогу не просто повреждены энергетические объекты, а ракета попала в жилой дом, где под завалами сейчас находится маленький ребенок, а его родители, молодые родители, они погибли, да, в полном объеме погибли, ну, вернее, погибли, а ребенок находится под завалами, пытаются сейчас достать, и вообще в этом доме на следующий день 13 раненых, из них четверо детей в тяжелом состоянии. Ну, в общем, чтобы было понятно, что делает Российская Федерация. Так вот, мы готовимся к любому сценарию, мы их понимаем, эти сценарии, мы понимаем, что Россия будет именно только это делать. Ну, две составляющие этой войны остались у Российской Федерации. Я не говорю про какие-то безумные составляющие, вы понимаете, о чем я говорю, но мы говорим о тех, которые сейчас реально реализуются. Первая составляющая — это как раз удары по входящим трансформаторам расследелительным, то, что сегодня продемонстрировала Россия, и Россия пытается закупить вот эти баллистические ракеты в Иране, потому что своих уже не хватает, но хотя бы еще в течение зимнего периода нанести там не два удара, допустим, еще, а еще хотя бы четыре-пять ударов. И вторая составляющая — это безумное, просто безумное количество собранных зэков на бахматском направлении. Вот там они просто в полный рост идут и усеивают трупами поле. Там просто артиллерия не выдерживает количества убийств, которые надо совершить, чтобы остановить вот эту безумную вперед идущую Орду. Вот два основных аргумента. Еще раз подчеркиваю, смотрите, с точки зрения того, что Украина какие решения принимает, президент Зеленский об этом уже неоднократно говорил. У нас нет ни единого формата другого, и тем более после таких катастрофических обстрелов, кроме как дойти в этой войне до финала. У нас не будет того, что люди испытывают дискомфорт, а дискомфорт огромный сегодня. Вот, например, в Киеве сейчас абсолютно практически отсутствие связи. Ну вот в центре города еще есть, допустим, да. Ну понятно, есть еще генераторы, которые работают и так далее. Но тем не менее связь, вода, отопление в Киеве в том числе отсутствует. Ну там частично отсутствует, да, и так далее. Так вот, несмотря на это, консолидированная позиция 92% населения говорит о том, что войну в любом случае доведем. Просто теперь уже вопрос из принципа, да, нужно довести. Нужно добраться до этих людей, которые вот это все устраивают. То есть обязательно нужно посмотреть на их физиономию, когда они будут сидеть на скамье подсудимых. И именно за геноцидный тип ведения вины, за нарушение международного гуманитарного права, за удары, посмысленные удары под гражданскому населению в таком виде, как мы сегодня с вами видим. Михаил Михайлович, во-первых, спасибо, да, что ответили на вопрос о том, про эти самые 92% о том, что новует население. Потому что, если честно, каждый раз, когда я вас вижу, мне хочется всегда спрашивать, ну как там люди, может они уже согласны там на какой-то перемирие, может они согласны, что просто там, не знаю, все остановилось и просто не было войны. Потому что, ну, мне-то хочется, чтобы действительно выгнали последнюю там сволочь с украинской земли, вот эту вот зэковскую, вагнеровскую и всякую подобную. Но я-то в тепле, и я не представляю, как мыслят люди, да, которые там в холоде, они там, может быть, думают, вот лишь бы было тепло, и мы согласны на все. Но спасибо вам, что вы говорите, что да, люди непреклонные и хотят, чтобы действительно все закончилось победой. А в связи с этим, опять же, хочется вас спросить. Много говорят про зиму, вот вы затронули тему генераторов. Сегодня я видел новость, я, если честно, не очень понимаю, насколько она правдоподобна про Азербайджан, который помогает Украине, поставляет генераторы и трансформаторы, вот там целая помощь с электрооборудованием. И здесь же, да, интересно, что Путин как бы обнимается с Ильхамом Алиевым, а тот, даже он помогает Украине. И вот хочется вас, во-первых, спросить, насколько вы довольны тем объемом помощи, который присылает вам. И, во-вторых, такой месячковый узкий вопрос, но, тем не менее, в разных чатиках я вижу вопросы, общаюсь-то с многими, люди спрашивают, а куда направлять, а где помогать, чтобы до Украины дошло, потому что, ну, боятся отправить помощь какую-то в адрес мошенников. Так что, во-первых, насколько довольны вы, и, во-вторых, куда правильно направлять, чтобы до Украины помощь дошла. Давайте по порядку. Начну туда с Азербайджана. Абсолютно достоверная информация, потому что любое государство, которое видит объем гуманитарной катастрофы, которая искусственно сделана Российской Федерацией в Украине, конечно же, если государство считает себя цивилизованным, современным, оно будет помогать, независимо от политических каких-то нюансов, отношений, в том числе в рамках тех или иных союзов, в том числе постсоветских стран. Смотрите, это правдоподобная информация в томном объёме, потому что вчера, например, есть такая… У вас ещё одна субъектесса по фамилии Захарова, очень дивная личность. Она прямо обвинила Азербайджана, говорит, это вызывает у неё недоумение. Вот у этой субъектессы у неё вызывает недоумение, что есть нормальная страна, которая помогает генераторами для того, чтобы зимой не замёрзли дети. То есть она говорит, она у неё лично, вот у этой странной женщины, я так понимаю, слово «дети» она с ошибками пишет, правильно? Ну, она же понимает. Соответственно, вот у неё это вызывает удивление. Поэтому, безусловно, конечно, все страны, которые имеют такие возможности, они так или иначе Украине помогают в рамках тех или иных гуманитарных инициатив. И это очень хорошо. Теперь, что касается, довольны ли мы, вы понимаете, я чрезвычайно доволен, ну, чрезвычайно доволен. Я понимаю, что количественно можно было получить чего-то больше и так далее. Ну, в плане, я не имею в виду получить, да, а в плане, что можно было как-то ускорить что-то и так далее. Но я чрезвычайно доволен, понимаете? То есть вся эта помощь, никогда, я повторюсь просто о том, что я уже говорил, никогда в истории не было подобного геноцидного типа ведения войны против гигантской страны. То есть здесь более 35 миллионов населения, условно, ну, с учётом того, что сейчас выехали, да, вы знаете, что по данным ООН, за границу уехало от войны 7,83 миллиона граждан Украины. Так вот, осталось, допустим, 30 миллионов населения. Так вот, не было в истории такой объём намеренного антигуманного ведения войны для того, чтобы этих людей максимально жестоко заморозить, да. И понятно, другие страны демонстрируют ту или иную, просто никто не накапливал, вы понимаете? Никто не делает запасы вот таких вещей, как, например, трансформатор входящий, там, 75-киловольтный, да, допустим, для того, чтобы он у тебя на складе стоял. Вы не будете его делать, он вам не нужен, потому что он у вас будет работать 30, 40, 50 лет без, там, каких-то особого обслуживания или каких-то особых поломок. Соответственно, такого объёма накопленных запасных частей нет. Но, тем не менее, все страны, ещё раз подчёркиваю, все, вот вы назвали Азербайджана, я могу назвать десятки, 20, 30, 40 стран, которые ищут генераторы дополнительные, ищут возможность предоставить дизеля, угли, ну, то есть всё, что может позволить те же трансформаторы, те же запасные части. И сейчас ищут возможность, например, Словакия, там, Румыния, ищут возможность дополнительно импортировать сюда электроэнергию, да, для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальную возможность поддерживать систему отопления, да, в зимний период, то есть минус 10, минус 15 градусов мороза. То есть всё это делает, и мы чрезвычайно довольны, потому что мир демонстрирует, что он не зря, называется, живёт в гуманистическую эру, да, то есть, соответственно, мы понимаем, что кроме России, ну, может быть, ещё есть несколько стран, Россия, я имею в виду, в её нынешнем политическом исполнении, ещё несколько стран, которые являются абсолютно животными по своей сути, геноцидными по своей сути. И, соответственно, конечно, мы бы хотели, чтобы мы получили быстрее немножко другую помощь, это называется системой противоракетной обороны, вы понимаете, да, то есть если необходимо предупредить, потому что это дешевле намного, предупредить разрушение энергетической единой системы Украины, для этого нужно построить там 2-3 эшелона, повторно построить систему противоракетной обороны в Украине, да, то есть это там 10, 15, 20 ещё необходимых объектов, которые позволят вот эту систему достроить, ну, для того, чтобы можно было спокойно математически обсчитывать траектории и, соответственно, вылавливать все эти ракеты, которыми Россия, не только ракеты, но и дроны, которыми Россия сегодня обстреливает нашу территорию. Михаил, хотел ещё спросить вас по поводу интервью Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, он дал это интервью The Economist, и, по его словам, Россия может начать новое наступление на Киев уже в начале следующего года. Сложно вообще, честно говоря, даже поверить в такую перспективу, что в голове у кремлёвских чиновников, лично у Путина, есть такие планы, потому что до этого казалось, что всё указывает на то, что, ну, лучшие стратегии, которые они могут избрать, это там как-то отвоевать или каким-то образом защитить то, что уже оккупировано. Но, во всяком случае, Валерий Залужный об этом говорит. Вот интересно, как вы эту перспективу оцениваете, насколько она вам кажется вероятной? Давайте исходить из того, что лучшей стратегии для Российской Федерации нет, она в любом случае должна проиграть. И, соответственно, попытка удержаться на оккупированных территориях, она будет только масштабировать количество жертв с российской стороны. Ну, то есть, грубо говоря, мобилизованных придётся там уничтожить не 100, 200 тысяч, да, а, например, 300, 400 тысяч. Ну, то есть, чтобы вы понимали, о чём идёт вообще речь. Это мы так с вами просто разговариваем. На самом деле, ну, мне, честно говоря, безразлично, да, то качество живого материала, который Россия сюда отправляет, и что оно гибнет, да, допустим. Мне безразлично. Но мне не безразлично, что у нас гибнут наши люди, и уж тем более у нас идёт тотальное разрушение этих оккупированных территорий. Вы же понимаете, что туда Россия не вкладывает никаких денег, предвкушая своё бегство оттуда. То есть, соответственно, эти территории умирают, они разрушены, у них там постоянное мародёрство, всё, что ещё не домародёрено. Домародяривается, туда приходится, домародяривается, хорошее слово, туда постоянно попадают те или иные криминальные элементы, которые хотят свой кусок пирога вот этого, да, там постоянно происходят какие-то убийства, да, ну, то есть, потому что, вы же видели, да, Государственная Дума приняла решение о том, что вот это, кстати, очень важный аспект, зря вы на нём не заостряете внимание, это говорит о окончательном расчеловечивании Российской Федерации. Государственная Дума приняла постановление, вернее, законопроект в виде закона, он уже у вас, о том, что любые преступления, совершённые на территории Украины, например, насилие, массовое расчленение, убийство детей и так далее, не считаются преступлениями, которые требуют юридического преследования в Российской Федерации. Николай Макарович, редкий случай, когда перебью вас. Лично я в среду в эфире 10 минут об этом говорил, об этом безобразии, что собираются жить по законам, да, Дикого Запада, так что мы говорим, да. Я сам был в шоке. Я считаю, что это супер, но я считаю, что об этом надо чаще и больше говорить, потому что это говорит о окончательном, которое выбрала сегодняшняя российская политическая элита. Это даже не о войне уже, это о том, что будет происходить в России, потому что, вы понимаете, когда вы беспредельщикам даёте карт-бланш, они возвращаются обратно и начинают тоже беспределить уже на территории России. Мы, конечно, надеемся, что они туда быстрее вернутся и будут устраивать беспредел. Но, тем не менее, смотрите, что касается возможных сценарных планов. Безусловно, мы исходим, и господин Залужный, как главнокомандующий, и господин Резников, как министр обороны, и господин Цирский, как командующий сухопутными войсками. Они говорят о возможных сценариях от худшего к лучшему. Конечно же, мы рассматриваем сценарий, когда Россия проведёт там определённый объём мобилизации. Мы его рассматриваем, имеется в виду, он не обязательно будет ключевым, но мы его, конечно же, рассматриваем. Россия соберёт определённый мобилизационный ресурс свой, проведёт тренировочные работы, ну, я имею в виду, тренирует их и так далее, и попытается пойти по разным направлениям для того, чтобы всё-таки вот этим количеством задушить нашу оборону, проломать эту оборону. И такой сценарий мы рассматриваем по любому направлению. И по северному, имеется в виду, в данном случае, вы говорите, белорусское, и Харьковское, и Луганское, и Донецкое. По любому направлению мы рассматриваем. И, соответственно, мы исходим в планировании своих мероприятий, в том числе контрнаступления, исходя из разных сценарных возможностей Российской Федерации. Да, мы не видим сегодня двух вещей. Мы не видим то, что деградацию собственной армии Россия остановила, да, то есть она как была не какущая с точки зрения качества технологий военной, которыми она обладает, она такой является. И мы не видим улучшения качества планирования тактического, тем более стратегического уровня, да, то есть это всё достаточно примитивные технологии, которые Россия применяет. Но тем не менее, смотрите, давайте исходить здравого рассуждения. У России ещё есть определённые возможности по снарядам тяжёлых калибров 152. Они накапливались годами, да, свозились. У России, да, есть истощение высокоточного оружия, но тем не менее, определённый объём ракет или дрона Россия может взять у одной страны, у Ирана. И тут, кстати, вопрос партнёрам нашим, насколько круто эти санкции отрабатывали по Ирану в течение такого времени, что на Ближнем Востоке в любой момент страна могла использовать весь этот арсенал, да. Скажем так, странам этого региона очень повезло, что мы проводим демилитаризацию Ирана, косвенную демилитаризацию Ирана. Так вот, смотрите, оружие ещё есть. Неважно, что у вас будет там мобилизованный компонент неотренированный. Вы просто будете, например, отправлять одно, то, что происходит на Бахнути, о чём я говорю. Вы будете отправлять одну волну, вторую, третью, четвёртую, да. Пока за счёт усталости, пока за счёт вот этого количества трупов вы не продвинетесь на километр, на два, на три. Мы рассматриваем эти сценарии, но тем не менее. Смотрите, моя оценка более оптимистична с учётом того, что всё-таки не только математику нужно считать, но и психологию. То есть с учётом состояния морали в армии, с учётом состояния общества, с учётом состояния экономики нужно все эти факторы учитывать, с учётом, опять же, консолидированной позиции союзников. А Россия сегодня не имеет союзников ни среди внешних партнёров вчерашних, да, ни среди вот этой традиционной диады, о которой говорил очередной царь российский, которого там, по-моему, тоже убили, Александр, о том, что союзниками России является армия и флот, да. То есть флот сегодня поджав хвост, убежал там через фиолет и будет убегать на российская армия, но вы сами видите качество российской армии, насколько это крутой союзник. Так вот, я смотрю на всё это чуть-чуть оптимистичнее, потому что считаю, что Украина наоборот технологически развивается, ну имеется в виду, мы получаем дополнительные новые виды оружия, мы очень быстро обучаемся, наши ребята очень быстро обучаемся, у нас отлично отрабатываются все виды разведки, в том числе и спутниковой разведки, то есть мы понимаем передвижение, мы понимаем объёмы на тех или иных направлениях. У нас очень сильная позиция политическая, имеется в виду, господин Зеленский очень точно говорит о том, что никаких оперативно-тактических пауз нельзя позволять России получать для того, чтобы она не привела как раз вот эту ротацию, не привела перегруппировку, да, и так далее и тому подобное, переоснащение армии и, соответственно, с новыми силами двинулась вперёд. То есть мы всё это прекрасно понимаем и поэтому, в принципе, мы позволим наиболее пессимистическим сценарием Российской Федерации воплотиться в реальность. Хотя это, конечно же, розовая мечта субъекта, который по странному стечению кстати до сих пор ещё президент России, превратив её в страну изгои. Субъект, он же субстанция, так ещё можно сказать. Но последок, Михаил Михайлович, хотя бы мы два часа с удовольствием с вами поговорили, но давайте последний вопрос буквально задан. Через два дня будет финал чемпионата мира по футболу и Владимир Зеленский собирался выступить, как сегодня стало известно, перед этим финалом с видеообращением. Но FIFA ему отказала и я уже вижу, что это вот такие персонажи, как там всякие ведущие Матч ТВ и около такая спортивная шобла радуются, кричат, что ну конечно, спорт не политики, не должно было быть этого на футболе. Вот можете возразить, почему необходимо было действительно перед финалом, чтобы это обращение Зеленского прозвучало на те миллионы, миллиарды борщиков, которые матч смотреть будут? Ну, во-первых, переговоры ещё идут, да, то есть мы всё-таки считаем, что FIFA более адекватно оценивает те обстоятельства, в которых президент хотел бы выступить. Что касается аргументов, а да он очень простой, смерть вне политики, ведь правильно? Убийства вне политики, военные преступления вне политики. В данном случае мир не может жить в параллельных реальностях. В одной детей, вот только что мы только что говорили, убивает человека, в другой делать вид, что есть праздник жизни, да, на котором дети могут смотреть футбол. То есть, наверное, всё-таки необходимо точно расставить приоритеты. Либо мы в гуманной мире живём, да, где есть определённые правила и главное, где есть международное право, либо мы живём в мире, где прав сильный. И тогда любая страна может нападать на другую страну, а в это время параллельно кто-то будет пирствовать, да, кто-то будет участвовать в каких-то мероприятиях спортивного толка, культурного толка и так далее. То есть всё-таки нужно сказать, мы либо смерть останавливаем, ну и тем более, что Олимпиады были задуманы для того, чтобы останавливать войны. Кстати, было бы неплохо помнить субъектам, которые сегодня, например, я имею в виду спортивные мероприятия такого толка, как Олимпиады, да, но тогда не было чемпионата мира, тогда были только Олимпиады в древние времена. Было бы хорошо вспомнить, ради чего спорт существует. Спорт — это и есть состязание для выяснения сильнейшего не на поле боя, не в состоянии войны. И в этом войне должны останавливаться. Это очевидная задача любого спорта. Поэтому когда вот эти достаточно примитивные тезисы говорят, что спорт вне политики, нужно людей возвращать на землю. Потому что именно из-за того, что люди, которые якобы вне политики поддерживали, вы помните, была даже создана такая Тим Путина, помните, команда Путина, куда, кстати, «Овечкина компания», которая, кстати, сейчас у вас там бежит, это, кстати, отдельная тема, надо будет этим тоже заниматься, бежит за рекордом «Грецкий», да? Но мне кажется, что «Грецкий» — это символ хоккей, а «Овечкина» — это символ убийств как таковой. Поэтому необходимо нам, наверное, будет вот эту тему как-то внятно объяснять на всех площадках, что не бывает спорта вне политики. Спорт и есть продолжение политики. Либо спорт правильную политику продолжает, когда убийство вне международного права. Либо спорт поощряет убийство. И таким образом ФИФА должно было бы действительно предоставить слово человеку, который об этих ценностях как раз и напоминает спортивному сообществу, что Тим Путина — это и было продвижение геноцида украинцев в свое время, которое реализовалось в виде этой войны. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным.